здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас сегодня на этой встрече потому что она проходит из важного для нашей технологии места из города дубай в объединенных арабских эмиратах очень рад видеть такое количество людей брат приветствовать вас владимир николай надежда лариса мария евгений очень здорово что вы здесь в ярте эрнест очень рад вас видеть всегда очень радостно видеть своих близких единомышленников которые делают тоже прекрасное дело что и мы ну и конечно же для всех кто еще не знаком с тем о чем пойдет речь речь пойдет о фантастическом транспорте только он уже не такой фантастический потому что он из не из будущего а он наступает прямо сейчас прям реализуется на наших глазах и нашими руками мы в нашем прекрасном проекте дошли до потрясающих высот потому что всего за шесть лет за такое время делают одно транспортное средство и уже для существующей дороги а мы за шесть лет создали целую серию огромную компанию которая развивается в разных направлениях в разных странах и поддерживает так скажем развитие дает возможность нового технологического будущего для всей планеты для каждого человека и в общем для всего живого на земле несет огромную пользу и уже 14 этап двигается мощно после него останется лишь последний 15 этап в котором мы сертифицируем скоростную трассу и скоростной транспорт после чего сможем передвигаться абсолютно безопасно 500 километров в час так что дамы и господа устраивайтесь поудобней возьмите кружечку чая или кофе вкусненькой водички и давайте пройдем по этому прекрасному путешествию конечно же хотелось бы сказать о том что я уже четыре года наблюдаю и участвую в развитии нашего проекта нашей технологии струнных технологии низкого и в 2016 году узнав о том что бывают такие проекты как народное финансирование краудфандинге краудинвестинге то есть когда люди объединяются вместе через интернет и создают потрясающие технологии компании корпорации продукты и услуги которые необходимы всему миру то есть другим людям то есть народ создает что-то полезное и важное для народа без государства без крупных корпораций без банков то есть делают это собственными ресурсами у кого-то есть идеи но нету например средства и времени у кого-то есть время но нет идеи средств а у кого это есть средства но нет идеи и времени эти люди объединяются с помощью интернета и создают лучшее на что способна наша цивилизация потому что именно эти проекты по народному финансированию дают огромную пользу огромный взрыв в бизнесе так скажем то есть это именно те проекты которые помогают нам расти развиваться так скажем превращать нашу жизнь в полноценную гармонию и изобилие таких проектов тысячи я лишь выбрал самый важный самый актуальный и самый полезный и сегодня чуть подробнее вам об этом расскажу меня зовут артем курбан я из латвии из города даурпилс и всю жизнь желал делать мир лучше и сейчас ничего не изменилось мое желание передавать информацию и знания помогать людям она всегда присутствовала и осталось несмотря ни на какие жизненные обстоятельства изменения либо прочие вещи я понимаю что одно из самых важных так скажем ресурсов и в моей жизни чтобы помогать и в другой жизни чтобы принимать это время поэтому дамы и господа чтобы вся информация которая здесь сегодня прозвучит могла быть использована вами в нужную сторону чтобы она сразу укладывалась в нужный ящичек в вашей памяти в вашей голове чтобы вы могли использовать посмотрите пожалуйста на эти основные побуждающие факторы и знайте что вы можете эти вот направления улучшить своей жизни с помощью той информации которую вы сегодня услышите поэтому если хотя бы один из этих факторов вам откликается вы точно проведете время с пользой а если у вас будут какие-то затруднения с тем как использовать эту информацию то пожалуйста свяжитесь со мной я с удовольствием расскажу вам о том что можно сделать и шаг за шагом как можно эту информацию использовать я вижу что люди все еще прибавляются очень приятно ну что ж тогда можем начинать идти по главной сфере дамы и господа нас 8 миллиардов человек и это самая большая движущая сила нашего мира народ потому что народ может изменить все и сейчас в период 21 века с появлением интернета мы действительно стали всемогущи потому что мы как одно единое целое как один общий организм человечество уже сами можем создавать то что нам необходимо с помощью таких вещей как народное финансирование и то есть каждый человек теперь влияет на то что происходит в мире значит что у каждого есть влияние а это значит что у нас у каждого теперь есть больше ответственности за то какой наш мир как мы живем и особенно как буду жить наши дети и внуки это конечно если только говорить о человечестве но мы всего лишь один вид одна семья из 12 миллионов видов на нашей планете живых организм мы просто самые влиятельные и поэтому должны быть мы по факту обязаны быть самыми разумными поскольку у нас есть такое прекрасное так скажем возможность самоосознание и теперь еще и влияние на всю планету сообща то что раньше человек мог сделать за день теперь во много раз приумножено потому что много людей могут сделать это за секунду и наше развитие обуславливались нашим детищем технологии техногенными сферами это наше детище которые мы развиваем с помощью технологий даем возможности нам двигаться быстрее двигаться лучше приходить к изобилию к благополучию с помощью нашей технологии и каждое это изменение очень сильно отражалось на на виде жизни на способе жизни человека например третий технологический уклад появление электричества и распространение его изменила наш мир дала ему огромные возможности потом нефтехимия автомобилестроение и авиация тоже изменила нашу планету до неузнаваемости виртуальная реальность интернет и гаджеты это тот мир в котором мы живем сейчас пятый технологический уклад и так скажем последних 40 50 лет это вот начало плавный вход и сейчас мы в топе этого технологического уклада почему и рассказываем про эти технологические уклады и почему здесь шестым технологическим укладом стоит современный транспорт ведь подумайте наше развитие очень сильно зависит от скорости мы сейчас очень быстро делаем все связанное с информацией мы за секунды пересылаем деньги в другую страну на другой континент можем созвониться с другим континентом можем даже с противоположным так скажем с противоположной стороной нашего земного шара выйти по видеосвязи и прекрасно практически без задержек общаться с нашими близкими то есть мы делаем быстро все кроме физического перемещения грузов и пассажиров то есть мы сейчас дошли до определенной точки пятого технологического уклада когда явно должен произойти какой-то сильный сдвиг сильный прорыв и он у нас есть дамы и господа и мы успешно его продвигаем успешно реализуем даже бы сказал и уже на завершающей стадии зачем вам эта информация наверное у вас есть мысль в голове я объясню вот те компании которые являются основой пятого технологического уклада то есть это те компании которые создали мир таким в котором мы живем сейчас то есть таким который мы его видим и знаем в последние годы и эти компании когда-то были маленькие и неизвестны но они или кто-то участвуя в них понимал что вот это направление о нем еще никто не знает она еще может даже не раз но она нам будет нужно или но появляется интернет может быть перестать продавать по телефону или в магазинах а начать продавать в интернете алибаба либо microsoft и walmart которые понимали что необходимо много программного обеспечения она все расширялась и расширял то есть на самое начало этих компаний когда они только создались они были малюсенькие стоили достаточно мало и эффект был еще их не распространен и мало людей на всей планете понимали что это будет нужно в этом есть перспектива и это действительно даст огромную пользу так вот смотрите как увеличились эти компании 5 технологического уклада то есть это неотъемлемая часть они были необходимы нашей планете они были необходимы человечеству если быть точнее и поэтому они дали огромный прорыв и кто-то большинство не знала и не понимала это потому что просто нет информации как бы интернета в таком состоянии не было чтобы так быстро и четко передвигали гигабайт информации для друг друга но эти компании кто-то в них понимал насколько это важно и даже возможно представлял куда это может привести то есть ультра инноваторы то есть там четыре процента наверное от четырех до восьми процентов населения нашей планеты которые действительно вносят качественные изменения но поскольку инноваторы бывают разные возьмем 4 так вот эти люди это инноваторы и сейчас наш мир именно такой потому что они что-то понимали и двигались в этом направлении чтобы не говорил окружающий мир таким образом компания google капитализировалась посмотрите 10 долларов которые вот маленькая компания и какая-то ее часть которая стоила 10 долларов спустя 16 лет стоит 100 тысяч долларов тысячи процентов увеличения такая вот капитализация плюс каждый год получает дивиденды все совладельственные компании то же самое с apple то же самое с alibaba только смотрите 100 долларов за 18 лет превратилась в миллион семьсот восемьдесят две с половиной тысячи и это реальная историческая статистика то есть люди создали компании которые были востребованы то есть то что реально необходимо а теперь вопрос можете ответить плюс или минус если хотите плюс если не хотите минус хотели бы хотели бы вы иметь хотя бы один доллар этих 16 18 лет назад в данных компаний хотя бы один или даже и возможность ну представляете это что-то было бы интересно выделю 10 долларов представьте какие были бы сейчас у нас возможности но мы понимаем это прошлое туда не вернуться но есть но если бы мы знали как это разовьется скорее бы скорее всего пожелали спасибо большое дорогие друзья за ваши ответы так вот представьте раньше не было интернета чтобы это донести и раньше не было такого народного финансирования как сейчас разве было чтобы в нем могли участвовать такие люди как вы и я и делиться этой информации передать вам информацию о том что сейчас закладывается создается супер компания которая будет в течение сотен лет облагораживать и давать огромную пользу нашей планете то есть было бы здорово представьте дамы и господа сейчас у нас есть такая возможность и мы знаем об так скажем подобной компании только уже нового технологического уклада перед вами самый большой проект в истории перед вами самая дорогостоящая инфраструктура в мире и это наш прекрасный струнный транспорт анатолий эдуардович и юнистского и перед вами уже не просто концепт или идея перед вами реальные фотографии как из года в год из ничего из так скажем из концептов и чертежей гениального ученого мы создаем будущее мы создаем шестой технологический уклад потому что при внедрении данного данной транспортной инфраструктуры мир поменяется до неузнаваемости как и с помощью компаний пятого технологического уклада только дамы и господа особенно те кто честно себе ответили да хотел бы иметь хотя бы дольку в данных компаниях сейчас у нас есть такая возможность с помощью народного финансирования и перед нами в самом начале в зачатке в развитии стоит компания которая изменит весь мир но хотел бы напомнить мы уже полностью реализуем 14 этап и останется только последний 15 этап мы можем помочь ему ускорить но самое главное просто изучить информацию чтобы каждый человек мог принять взвешенное решение аргументированное решение ну конечно чтобы обозвестись аргументами их придется под собрать но хорошая новость вы уже здесь и это за это этот вебинар будет в записи поэтому мы сможем поделиться со всем миром с любым нашим знакомым родным единомышленникам потому что чем больше нас тем быстрее мы все это реализуем перед вами уже существующий реальный транспорт но давайте посмотрим зачем он нам то есть почему действительно это технологии настолько востребованы 21 век как я говорил мы все делаем быстро а перемещение занимает огромное время и у нас есть транспорт например морской транспорт плавающий до огромная грузоподъемности он нам служит уже тысячи лет но для человека 21 века эта скорость неприемлемо потому что наши потребности возрастают мы делаем все быстро а передвигаемся медленно данный способ передвижения может скажет что это же вода как там еще сделать кроме как летать у анатолия эдуардовича есть прекрасные решения по этому поводу говорю стоит только поизучать вы будете в восторге от того что один человек за свою жизнь может создать и проработать в деталях такое количество экологических технологий то есть этот транспорт он был хорош но сейчас он не удовлетворяет наши потребности потребности человечества но и большинстве случаев он работает на двигателе внутреннего сгорания что для нас разумных благотворных стремящихся к изобилию и чистоте существ явно неприемлем так же как и наша авиация представьте это красные точечки это количество аэропортов умножьте на 20 это количество самолетов вы можете зайти на сайт fly radar 24 и там увидеть как много прямо сейчас рейсов происходит по всему земному шару вы видите какой-то масштаб если даже в одном аэропорту есть 300 так скажем мест куда подходят разные так скажем разные самолеты то есть насколько это большая индустрия но мы тратим огромное количество времени чтобы добраться до туда пройти через эти ворота сдать багаж то есть сама вся система она сделана достаточно так скажем затратно и по ресурсам по времени вот ну и конечно же наша экология она очень сильно страдает потому что двигатели внутреннего сгорания в таком масштабе тем более поднимать такую тяжелую махину аж воздух это неприемлемо для разумного человека 21 века это можно поменять не то что я говорю перестаньте ездить на железной дороге на водных транспортах и летать нет мы будем этим пользоваться это все придет последовательно как когда-то на замену домашних телефонов пришли пейджеры а на замену пейджера пришел сотовый телефон когда мы смогли отвязаться от наших коридоров и наших домов и разговаривать с другим человеком где угодно железная дорога наш транспортный пейджер который 200 лет помогал нам развивал нас около 150 лет назад день строили по 30 километров дорог кирками и лопатами ручным трудом огромное количество и действительно оно принесло огромную пользу на особенно в товарообороте но это первый уровень там где живет жизнь там где живем мы флора и фауна и это огромная затрата на земляные работы на огромные массивные составы для чего нужно очень много энергии и топлива чтобы это сдвинуть с места и долго передвигать то есть данный способ движения он не подходит для нас потому что средняя скорость с учетом погрузки и разгрузки железной дороги приблизительно 15 километров в час при том что у нас за 2000 скоростные самолеты могут летать и даже он уже обычные наземные транспортом достигают 400 500 километров то есть мы выросли из этого но для тех у кого это работающий бизнес те существующие транспортные инфраструктуры они не очень хотят менять на что-то более продуктивные полезные потому что это не принесет им прибыли а сейчас существующий бизнес приносит очень много прибыли поэтому в данный момент это поминать поменять смогут только само население планеты народ своей волей своими усилиями своими ресурсами а самое главное своим интересам потому что все это принимает значение в наших головах и в сердце только после того как мы это хотя бы немножко коснемся изучим и конечно же перейду к самому главному транспорту в мире это автодорожный транспорт главный самый мобильный транспорт который дал нам больше всего пользы по моему мнению на планете но посмотрите чего это нам стоило если когда-то был очень полезный транспорт то сейчас сперри с перенапряжением всех транспортных путей с увеличением количества автотранспорта он перестал быть настолько полезным его польза начала уменьшаться а вред начал увеличиваться и увеличивается в огромных масштабах ведь это удавки на нашей планете более пяти площадей великобритании закатаны под асфальт то есть это земля мертвая и это первый уровень который становится опасным для жизни хотя это место для жизни ведь там живет люди флора и фауна то есть этот вид транспорта хоть и был полезен но сейчас требуется изменить его как минимум требуется прийти на помощь что успешно может предоставить наша технология но вернемся опять же к людям все зависит от нас и поменять это все сможем только мы с помощью анатолия эдуардовича потому что он один из немногих людей на планете который не только предлагает технологию какую-то прямо сейчас нет у него есть конкретные цели конкретное направление развития не на десятки лет а на сотни лет вперед он дает целую серии технологий а вы сегодня узнаете в большей степени только о самый первый самый земной самый понятный и самый актуальный легкой к реализации потому что мы уже подходим к ее завершение и города изменится до неузнаваемость потому что посмотрите на эту фотографию похоже ли это на место для жизни людей нет это похоже на микросхему нету зелени нету свежего воздуха где там жить живому биологическому существу мы конечно видим что сейчас делают более разумно и как бы преувеличение скорости как бы можно немножко расселиться сделать более но в большинстве случаев мы все равно увидим так скажем вредоносное влияние перенаселение транспорта на первом уровне посмотрите китай 40 полос идут на сужение представьте просто хотя бы на секунду какое количество времени ресурсов здоровья люди тратят находясь в такой пробке либо насколько опасно и неэффективно передвигаться в странах где нету разумной логистики где может быть нету ресурсов чтобы ее установить как например на фотографии снизу каждый человек едет в свою сторону и никакие он так скажем никакая помощь снаружи кроме собственных глаз нам не поможет и ушей потому что мы видим так вот здесь мы можем просходить так вот здесь нужно приостановиться и так далее то есть это перестала быть эффективным это стало вредоносным и это касается каждого человека даже если мы живем не в китае не в индии например в европе либо в америке у нас все равно есть те или иные проблемы с транспортом одной из самых важных и дорогостоящих инфраструктур мира изменив которую у человечества будет такой рост такой скачок и огромное увеличение возможностей по всей планете для каждой страны мы видим это даже в наших городах в маленьких городах там где 100 тысяч человек даже меньше даже там бывают пробки часы пик ну и конечно же повсюду двигатели внутреннего сгорания которые отравляют всю флору и фауну а как бы как минимум растения они нам очень нужны для того чтобы мы дышали свежим воздухом но как бы для тех кто знаком с энергетикой дыхание это вообще одна из важнейших так скажем таких путей в нашей жизни и эти двигатели внутреннего сгорания очень серьезно изменяют как нашу стабильность психики наше здоровье наша стрессоустойчивость это все дыхание поэтому вместе который называется город то есть место для жизни для развития если можно сделать его чище стоит ли его сделать конечно стоит но давайте посмотрим почему город почему он так важен для нас мы урбанизируемся и съезжаемся в город потому что мы разносторонние люди интеллект населения планеты растет то есть люди развиваются имеется больше информации больше возможностей и мы хотим быстро со своего дома добираться и по этому делу и по совершенно другому делу и по совершенно третьему делу и все это сделать за пару часов поэтому нам необходимо жить в городе для того чтобы по скорости по времени успеть это но если так задуматься чтобы могло изменить урбанизацию чтобы могло не заставлять нас съезжаться в города настолько сбита делать бетонные джунгли там где нету места для жизни животных нету места для жизни растений нету места для жизни кислорода чистого ведь съезжаясь город мы повышаем так скажем цену на каждый квадратный метр а это значит что все услуги все продукты в этом городе будут стоить дороже проживание будет стоить дороже и самый главный этот вопрос это скорость ведь если была моментальная скорость или типа телепортации мы могли жить где угодно поскольку телепортации еще нету нужно рассматривать самые большие например 150 километров в час по городу только более разумной логистикой это прям будет гораздо быстрее либо 500 километров в час с такой скоростью можно не жить в огромном мегаполисе и с утра когда мы просыпаемся выходя на балкон не видеть окно или балкон своего соседа который пьет кофе и послушает свои вещи после стирки со скоростью 500 километров в час мы можем жить за городом например в пригороде в пригороде недалеко от города и за считанные минуты добираться до центра делать свои дела более того со скоростью 500 километров в час он или даже вот туда пригороде 150 километров час если будет моментально мы будем драться по своим делам А со скоростью 500 км в час мы можем жить далеко от города. То есть мы можем жить в природе, просыпаться с утра и дышать свежим воздухом. Иметь вокруг незагруженность, так скажем, шумом, как в городе. Чистая природа, птицы поют, свежий воздух, туман, роса. Но не рай же. Это в наших силах это сделать. И со скоростью 500 км в час мы не то что в городе соседнем можем работать. Мы можем работать в столице, если мы там не живем, если мы из провинции. Либо можем даже ездить в соседнюю страну работать и этим же вечером возвращаться домой. То есть представьте, какие возможности с учетом того, что уже есть в пятом технологическом укладе, даст нам шестой технологический уклад, даст нам новый транспорт с такими скоростями, полной безопасностью и экологической чистотой. Эти возможности, они действительно поражают фантазию. Потому что я сравнивал, представлял, делая эти презентации, думая, как мне донести до каждого человека, что это теперь является делом каждого. Хотя бы только потому, что каждый теперь способен на это повлиять. Если раньше, например, не мог. И я понимаю, что действительно 500 км в час дает нам возможность торговли, учебы, работы и жизни просто безграничны. И это успешно мы сейчас реализуем. Ведь мы видим, во что превращаются наши города. В них становится некомфортно, неприятно. Особенно, если ты пассажир, либо пешеход. Многие города вообще перестали делать для людей и начали делать для машин. Хороший пример. Например, слева на фотографии. Городу необходимо расширение его путей. И он не может ни вправо, ни влево. Потому что транспорт, хоть и самый мобильный, получается, автодорожный, он занимает первый уровень, который ограничен на нашей планете. И здесь городу ничего не остается, если двигаться по традиционным технологиям. Ничего не остается, кроме как сделать второй уровень дороги. Дорогостоящий, мощный, куча ресурсов, куча времени и ресурса человека. И итог. Да, какой-то плюс для города есть, но первых четыре этажа жители этого дома никогда больше не увидят прямого солнечного света дома. Это неприемливо в общем для жизни. Но, тем не менее, поскольку мир не очень интересуется, в отличие от вас, дорогие друзья, этими инновациями, которые сейчас впышут во всем мире, поэтому они выбирают вот такие вот неразумные способы. Хотя есть способы гораздо лучше. И не нужно будет, как на фотографии справа, делать эти удавки и разрезать, так скажем, с заборами, разрезать поверхность нашей планеты. Тем более, что мы всаживаемся вниз и перебиваем грунтовые воды. С одной стороны, заболоченные местности, с другой стороны, засухи. И все эмиграции животных очень сильно, так скажем, разделяются. То есть мы своим детищем, техногенной сферой делаем огромное негативное влияние на всю планету. Вы простите меня, дамы и господа, что я сразу говорю, мы делаем. Я понимаю, что, возможно, кто-то из вас не работает на дороге, либо не занимается экологическими технологиями, а не делает какие-то производства вредоносные с какими-то вредными отходами для нашей планеты. Я говорю, мы как человечество, как единый общий организм. Потому что от мыслей каждого, от действий каждого, от комментариев, которые вы когда-нибудь передадите насчет этой технологии, либо этого вебинара, зависит то, что в какое направление изменится мышление у ваших родных, у ваших близких, у ваших единомышленников и даже незнакомых людей. Это в силах мы изменить. Поэтому я говорю, что это мы. Ведь мы тот же человек, только на другой конце планеты. Например, как в Лос-Анджелесе. Там много таких же людей, как мы, которые могут в год до 380 часов отстоять в пробках. Это статистика такая. Представьте, 380 часов в год. Это прям два хороших рабочих месяца. Хорошо, у кого у людей получается совмещать какую-то работу, но в большинстве случаев, когда я там был, не в нужное время. Мы выезжали пару раз и действительно проводили 4 часа, там, где нужно было ехать 30-35 минут, потому что просто неправильно выбрали. Но это такой перегруз. И это если брать мультимиллионники. Но сейчас мы замечаем это даже в городах полмиллиона, 200 тысяч, 100 тысяч. Потому что у каждого человека почти есть машина, у некоторых даже по две. И это действительно теперь касается каждого. Потому что нам негде поставить иногда машину в своих дворах. Хотя когда-то все это пространство было свободно, и мы бегали возле наших домов, и у нас был огромный простор. А теперь везде машины, 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 машины. И этой транспортной отрасли, всем транспортным отраслям на первом уровне необходима помощь. Потому что она просто не справляется. То есть если еще немножко увеличить количество транспорта, мы будем передвигаться, да, на транспорте высокая грузоподъемность, но в общем целом со скоростью лошади. Я думаю, что нас это никак не устраивает. Тем более, что у нас есть такие возможности. И даже страны с несильной экономикой, с небольшими возможностями в передвижении с помощью транспорта смогут позволить в своей стране нашу технологию. Потому что все традиционные виды гораздо более затратны и по ресурсам, и по времени для строительства, чем наши. А с помощью нашей технологии мы можем самые главные, так скажем, пункты и характеристики, которые человечеству необходимы от транспорта, улучшить до максимума, который сейчас можно представить. С учетом существующих технологий. То есть, дамы и господа, главная задача, это касается всех. Автотранспорт забирает полтора миллиона жизней в год. Десять миллионов делает инвалидами. Это происходит здесь и сейчас. Никто из нас не застрахован. Потому что мы живем в большинстве городов, и мы находимся на этом же самом опасном уровне. А стал он опасный из-за транспорта первого уровня. А там мы, наши дети, наши любимые животные, наши флоры и фауны. Я надеюсь, получается пояснить, почему это касается каждого. Потому что когда вы увидите, так, ну действительно, это меня затрагивает со всех сторон, и я еще могу это и поменять, еще и с огромной пользой для мира и для себя, тогда точно хватит времени, хотя бы несколько дней или даже несколько недель, чтобы поинтересоваться и изучать побольше. Дам еще одну интересную наводку. Представление, мышление. 200 человек в 177 машинах. Без машин они занимают в 10 раз меньше места. Так больше трех кварталов места, а тут действительно мало. То есть все это время при перемещении, это огромная махина плюс дистанция для безопасности. То есть огромная затрата пространства в наших городах, где нам нужно это пространство. А потом мы оставляем нашу машину, и она часами, если не днями, может занимать это пространство, этих 10 квадратных метров в нашем городе. На этих 10 квадратных метров могли быть сады, могли быть плодовые деревья, лужайки, фонтаны и так далее. Все, что связано с жизнью. А находится железная мертвая штука. Да, полезные местами, но настолько ли, и разве нет альтернативы? Например, с хорошей логистикой три электроавтобуса. Как сейчас, огромный переход происходит в Европе. Очень разумно, очень экономично. И посмотрите, этих 200 человек, еще раз фотографию назад, 200 человек в 177 машинах и три электроавтобуса. То есть, вы понимаете, если более разумно использовать логистику, то можно освободить это пространство. А значит, если будет освобождено пространство, увеличится и скорость, потому что нету заторов. То есть, одно тянется из другого. И, конечно же, электроавтобусы – это экология. Давайте перейдем к последнему. То есть, не будем останавливаться где-то на середине. Мы же с вами разбираем сейчас инновационную технологию, которая уже близка к реализации. Один легкий поезд может вместить в себя 200 человек. Например, у нас сейчас строится трасса в Объединенных Арабских Эмиратах. Видел ее собственными глазами пару дней назад на рабочей встрече, где мы можем перевозить, например, 8 составов по 25 человек. И это получается 200 человек. Это такой, так скажем, легкий поезд. И он будет передвигаться со скоростью 150 километров в городе и 500 километров вне города. То есть, с такой логистикой посмотрите вокруг этого поезда, какое количество места мы освобождаем для нашей жизни. То есть, какие-то части можно оставить для велосипедистов и так далее, какую-то часть для автодороги все-таки остается, но две, полторы, половину точно можно отдать на жизнь. Представьте, если у нас в городе все электротранспорты, нету испарений, это значит, что у нас плодовые деревья могут быть внутри города. И мы эти плодовыми деревьями, этим раем, можем наслаждаться, можем его вкушать, так же само, как и цветы. То есть, дает возможность новые виды транспорта очень сильно изменить главное место для нашей жизни. Ну, если говорить еще более конкретно, этот транспорт, который мы предлагаем, он будет проходить даже не по низу, он освободит все пространство для нас. То есть, придет на помощь настолько автотранспорту или железной дороге, что в нем перестанет быть необходимость. А наш транспорт может строиться где угодно, в любом направлении, потому что он на втором уровне, и он будет проходить над дорогами, над реками, над оврагами, над озерами, над зданиями. И даже проходить сквозь здания, потому что он никак не будет зависеть от этого здания. В здании просто открываются две стороны, то есть это какие-то либо окна, либо стены, и они убираются, делаются внутри станция, а наш транспорт проходит сквозь, то есть, скажем, здесь одна часть здания, а другая часть здания, он проходит сквозь, между этажей, и никакого вреда либо нагрузки на уже существующие здания не дает. То есть получается, наш транспорт внедрим куда угодно. Он придет любой город на помощь. Но также мы будем строить и новые города с разумной логистикой. Чуть больше вас вовлеку в то, что происходит. Как это будет? Представьте, сейчас у всех есть телефоны, вы выходите из дома, от своих гостей, от своей работы, и приходите, идете в сторону станции. Вы знаете, что здесь есть наш струнный транспорт. На телефоне набираете, на какую остановку вам необходимо, и куда вы идете. Ну, скорее всего, он вам покажет, какая ближайшая. Вы получаете маршрут, вы идете на свою остановку. На этой остановке есть единомышленники, если можно так, по путешествию, которые тоже с этой остановки хотят попасть на вашу. Даже при том, что она там через 10, например, остановок. И представьте, уже в течение минуты, там, где большой пассажиропоток, в тех городах, приходит транспортное средство, в которое вы захотите со своими единомышленниками по путешествию, и без остановок промежуточных, с одним разгоном, максимальная экономия и скорость, с одним торможением, максимальная экономия, времени и ресурсов, вы попадаете сразу на вашу остановку. Представьте, какое количество времени мы сможем сэкономить, двигаясь таким способом. То есть данный транспорт забирает, выходит на главную магистраль с максимальной скоростью, которую он может, он достигает вашей остановки, и там вас высаживает, забирая следующих пассажиров, потому что все автоматизировано. Просто вдумайтесь, насколько это повысит качество жизни и возможности каждого человека на планете. Это даст также много возможностей, насколько это сейчас важно, так скажем, что мы все, каждый этот человек может это поменять и ускорить. Пассажиропоток – это одно направление, которое нам более ощущается. Но сейчас я приведу немножко к другой стороне. Грузопоток. Грузовые перевозки. Мы живем в аэропотреблении, и все наши грузы, которые мы заказываем, они уже, так скажем, со всего мира к нам приходят. Мы, так скажем, все находится уже по всем континентам. Есть разные производства, и мы заказываем себе разные устройства, одежду и прочее, и прочее. И мы с вами, каждый человек в отдельности, и все в совокупности, платим за каждый день этого путешествия, за простое, за дорогостоящее топливо. То есть все, так скажем, мы крайний участник этого процесса, который в общем целом платит за все танцы. И у нас есть возможность. У нас есть возможность одной из самых больших частей, а это водный транспорт и перевозка по морю и по океанам, изменить, опять же, до неузнаваемости, чтобы сделать вот такой вот порт, необходимы миллиарды. И простой одного транспорта здесь, если что-то пошло не так, стоит миллионы. То есть нам рассказывали подобные, так скажем, детали из, например, Бельгии, где уже представлена наша технология на высоком уровне, потому что возможности действительно дают новые реалии. Так вот, у Анатолия Эдуардовича есть способ, как вот здесь вот, на шельфе моря, на прямой линии, еще не очень глубокой, выстроить порт, чтобы не нужно было проводить все вот эти вот работы по изменению ландшафта, очень дорогостоящие. А просто корабль будет подходить к порту, сгружать туда свои контейнеры, а наш транспорт перенимает полностью все требования, так скажем, по грузоперевозкам. То есть у нас есть юнитраки, которые могут перевозить любого рода контейнеры. То есть мы просто берем самую дорогостоящую инфраструктуру, самый дорогостоящий бизнес и перенимаем его на себя, при том, что полностью, так скажем, на порядок изменяем и характеристики, и качество, и время, и стоимость этих перевозок. И каждый груз будет уходить в нужном направлении. То есть стоит только поизучать. Это одна из немногих, так скажем, технологий, которые представляет Анатолий Эдуардович. Ведь сейчас, буквально не так давно, мы видели, что одно судно может создать на миллиарды долларов пробку, просто сев на мель в Союзском канале. Кстати говоря, Unisky Stream Technology Incorporated уже предложила маленький, так скажем, проект, как можно перевозить грузы снизу наверх, и строительство будет минимальное по ресурсам, а эффект будет фантастически высокий. Я думаю, что этот процесс рассматривают, потому что эта пробка запомнилась надолго, и экономический эффект дала чуть ли не на каждую страну в мире. А теперь подытожим. Главные проблемы – перегрузка транспортных путей и отсутствие безопасности. Это касается каждого. Кто живет в городе, кто живет за городом, кто хоть как-то связан с социумом, это будет его касаться. А те, кто не связаны с социумом, живут в деревне. Это тоже их коснется рано или поздно, потому что воздух, он один, а мы находимся в замкнутом пространстве на нашей прекрасной планете Земля. Мы строим дороги во всех направлениях, развиваем наши технологии, но наша планета живая, особенно ее поверхность. Где-то она заносит бархамами, где-то снегом, где-то обледеневает, где-то ее, так скажем, болотом уносит, или она меняется. То есть транспорт первого уровня, дорога первого уровня, она очень недолговечна. А мы, как человечество, собираемся жить долго и развиваться хорошо. Те люди, которые сейчас владеют этими технологическими махинами, для многих это бизнес. И влияние их не очень волнует. А как раз население планеты, те, кто это влияние на себе очень хорошо чувствует, их волнует. И прекрасная новость, то что мы это можем менять. И мы это меняем. Потому что то, что нам предлагают государственность, крупные корпорации, это мизер, маленькая капля в океане по изменению нашей экологии. То есть, как говорит мой дедушка, чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят. То есть нам необходимо понимать, откуда происходит наша энергия, как делается наша техногенная сфера, сколько мы улучшаем, а сколько она все-таки понижается. И исследовав это, я понял, что это как шора, как маленькая красивая картинка, экологические проекты, потому что они меняют маленький мизер. Необходимо полное изменение, которое предлагает Анатолий Эдуардович Юницкий в своей программе «Экомир». Очень рекомендую об этом узнать побольше, потому что это точно не даст вам возможность спать, а захочется изучать все больше и больше, как эта фантастика уже в скором времени будет работать. Даже если мы пересядем на двигатели, электродвигатели, то энергию, которую мы будем брать, чтобы их заряжать, откуда она будет? То есть выход на экологию и убирание, выдавливание вредоносной техногенной сферы – это одна из главных задач сейчас, чтобы перестать сорить в нашем прекрасном цветущем доме. Это наш рай, который можно превратить с индустриальными кострами в реальный ад, где мы будем каждый кашлять ежедневно, потому что нечем дышать, как в некоторых странах. Раньше кто-то даже не смеялся, я бы сказал, ржал, с мыслью, что можно за воздух заплатить когда-то. А сейчас в некоторых странах есть автоматы, где вы можете за денежку глотнуть чистого воздуха. Представьте, до чего мы дошли. И это теперь нам необходимо поменять. Мы в закрытой комнате. С одной стороны, огромное количество машин и других транспортов с двигателями внутреннего сгорания. Электростанции атомные, которые отравляют и воздух, и землю на долгом протяжении. И причем, насколько опасны. С третьей стороны, наше производство, которые еще сейчас не изменялись, потому что в последние несколько столетий только начало развиваться, так скажем, полный взгляд на то, что происходит с миром, что происходит с нашей экологией. А мы в центре этой комнаты, мы в центре этой закрытой комнаты пытаемся выжить. От нас зависит, как мы изменим эту комнату и какой мир будет перед нами и перед нашими потомками. Поэтому загрязнение окружающей среды третья наиважнейшая проблема, которая касается каждого и которую мы с легкостью изменим. Почему с легкостью? Да потому что Анатолий Эдуардович уже все разработал и изобрел, можно так сказать. Это теперь необходимо только реализовать. А насколько серьезны его технологии? Ну, как минимум, ему дали премию мира за все его технологии, которые входят в эко-мир. Транспорт – это лишь маленькая, первая часть, самая понятная. То есть это уже признано учеными, это уже признано некоторыми государствами. Те, кто инноваторы, смотрят вперед в будущее, стремятся к этому будущему, к благостному будущему, в будущем, в изобилии и благополучии, те видят эти прекрасные успехи. Ведь транспорт, он менялся за последние столетия, но его продуктивности не хватает. А негативная составляющая растет. То есть эти вещи необходимо убрать. И первый уровень планеты, он все-таки должен принадлежать флоре, фауне и человеку. Согласитесь, да, мои господа, хотелось бы, чтобы мы жили в городах, там, где при этом есть хорошее сообщение, но вы в чистоте, у вас вокруг свежий воздух. А самое то, что меня больше всего радует, везде можно сажать плодовые кустарники и деревья. Мы можем выравить... То есть у нас место жизни может быть продуктовым магазином. Сейчас есть такое направление, пермакультура. Очень пермакультурный дизайн. Как быть в содружестве с нашей землей, так, чтобы она давала максимум при минимальных затратах. Сделать более чистое взаимоотношение. Как и в транспорте. Работать на чистой энергии. Передвигать все эти транспортные структуры и передвигать грузы и пассажиры на чистой, возобновляемой энергии. Брать геотермальную, ветряную, солнечную. Сейчас морскую энергию уже очень здорово начинают, так скажем, приобщать. Потому что это действительно вечный двигатель. Морские волны. И сейчас стоят такие классные пауки с воздушными капсулами на концах. И на волнах волны их поднимают. И получается, из-за движения они генерируют электричество. Уже в течение нескольких лет несколько островов, если не ошибаюсь, японских, работают, небольшие островки, работают на подобной вот сфере. Мы сможем очень сильно экономить ресурсы планеты и действительно брать то, что восполняется, а то, что не восполняется, разумнее использовать. Тем самым мы изменим и ресурсы затраты, так скажем, и наши возможности. Потому что если нам нужно меньше ресурсов, то все ресурсы стоят дешевле. То есть это последовательный ком, который Анатолий Эдуардович понимает. И каждая технология будет выводить нас на абсолютно новый уровень развития. Но сегодня самое главное закончить первый проект, чтобы он вышел на самофинансирование. То есть закончить 15 этап, чтобы компания уже по всем документам и сертификатам была свободна и могла свободно принимать заказы с разных стран и строить их, воплощать их. Насчет экономии скажу еще одну очень важную вещь. Прям распишу ее, потому что это действительно важно. Как мы можем экономить? Передвижение грузовых пассажиров. Главная задача это переместиться из точки А в точку Б. На что уходит энергия? Оказывается, энергия больше всего уходит на сопротивление и разрушение окружающей среды. То есть мы, передвигаясь на транспорте, на автотранспорте, например, со скоростью 60 км в час, тратим 30% энергии на сопротивление и разрушение окружающей среды. То есть на столкновение с воздухом, на силу трения, на экранный эффект, который происходит снизу из-за сплошного полотна, завихрения воздуха, который нас тормозит, и из-за турбулентности, которая образуется позади машины, из-за не самой идеальной формы нашего автомобиля. То есть там создается разряженный воздух, как воздушная яма, в которую со всех сторон стягивается то, что находится поблизости, и наша машина еще поблизости, и ее тоже слегка тормозит. Что сделал Анатолий Юницкий? Он вынес транспорт на второй уровень, и это берельсовый, например, транспорт. Там два отдельных рельса, они раздельны, нету сплошного полотна. То есть нету экранного эффекта, и значит воздух проходит более спокойно с каждой стороны. Из-за идеальной формы носа мы спокойно разрезаем воздух, практически не сталкиваясь с ним. А позади есть такой же нос, так скажем, который не дает создаться огромной воздушной яме. То есть потери энергии минимальной, эффективность максимальная. Коэффициент аэродинамического сопротивления у такого транспорта в 16 раз выше, чем у Bugatti Viron, одной из самых дорогих спорткаров и одной из самых быстрых спорткаров в мире. То есть какие возможности дает наш транспорт и наша аэродинамика? Тем более, что она строится где угодно, в любых климатических зонах, и в вечной мерзлоте, и в полной жаре, и проходит как в новых городах уже по новой логистике, так и внедряется в любые старые города. Уникально, правда? Юницкий так и задумывал. Он взял лучшие технологии, лучшие, так скажем, плоды науки и поставил вопрос, а какой должен быть транспорт? И написав самые лучшие качества, взял его и изобрел, и предоставил всему миру. И сейчас уже 500 тысяч человек совместно с Анатолием Эдуардовичем делают это прекрасную технологию. Для того, чтобы было более понятно, насколько это выгодно, представьте, на 14 человек, на 100 километров, со скоростью 100 километров в час, полтора литра топлива приблизительно, один шаг. То есть представьте, какая экономия. Либо 6 человек, а не 5, при том, что везти не надо, можно отдыхать, либо чем-то заниматься, работать. Два огромных багажных отделения в начале и в конце, гораздо больше, чем у автотранспорта. И этих 6 человек, а не 5, преодолевают 100 километров, затрачивая 5,5 литров топлива. Вы скажете, ну у меня машина тоже приблизительно столько или даже лучше едет. Да? Но это на возобновляемых видах энергии. То есть полностью экологически чисто. С полной безопасностью и 500 километров в час. Весомо, согласитесь. Это действительно весомо. При том, что цена подобного транспорта приблизительно как джипа, как говорил Анатолий Эдуардович на Берлину на Транс 2018. То есть это тоже транспортное средство, которое сначала будут покупаться городами, странами, и мы сможем пользоваться. То есть она придет на помощь этим городам и странам, разгрузив первый уровень. А в будущем мы сможем снимать подобные транспортные средства, либо вообще покупать подобные транспортные средства и сами путешествовать на них, обустраивать изнутри их, так как нужно. На каких-то давних-давних вебинарах все шутили, что можно будет джакузи внутрь поставить и перемещаться от своего места до места, лежа в приятном джакузи. Вот. Ну, конечно, фантазия, но с другой стороны, шутки шутками, а возможности они будут. Как и сейчас, много чего человек создает, потому что просто хочет. Моя задача, чтобы вы просто хотели революцию транспортную для всей планеты, для всего живого. Ну и получается, особенно для человека, потому что ему принесет это самую большую пользу, несмотря на эту огромную пользу, которая дастся абсолютно всему другому миру. Экономия наших ресурсов. Большой расход энергии это четвертая проблема, которая касается каждого и которую мы можем изменить. Чтобы сделать дорогу, нам необходимо всю флору и фауну срезать, сравнять с землей. Можно сказать, уничтожить. Потом в 10 слоев, если мы говорим о железной дороге или автодороге, нужно ее выложить правильно, разными материалами. Это очень дорогостоящие работы. Все земляные работы очень дорогие. И только после всего этого комплекса, когда мы выровняли весь ландшафт и сделали прямую дорогу, там будет хорошее сообщение. И то, насколько долго, какие капитальные затраты, какие эксплуатационные затраты. Но какие у нас есть варианты другие? Ведь это же не вариант. Представьте, как много времени, как много ресурса необходимо, чтобы на фотографии слева сделать хотя бы километр такой дороги. Или представьте, какое количество ресурсов, времени человека, усилий необходимо, чтобы взорвать скальную породу и там проложить железнодорожный путь. Это должно измениться. Например, на это. На струнные системы. Потому что что такое струна? Это тросы, которые предварительно натянуты. То есть только когда она предварительно натянута, она становится струной и она дает так много пользы, потому что вся флора и фауна, ее вообще никак не нужно менять. Не нужно менять никакие, так скажем, тратить огромное количество ресурсов и времени на изменение этого. Можно лишь поставить между анкерными опорами промежуточные опоры. Это натяжение опустить и передать на земную кору, которой абсолютно никакого вреда. И у нас есть четкая, прямая, долговечная, очень легко интегрируемая дорога, которая будет долго-долго служить нам в полной экологии и безопасности. весь мир станет подвластен для нашего исследования и перемещения с помощью данной технологии. И это будет доступно каждой стране, потому что традиционные виды транспорта в несколько раз, а то и в десятки раз дороже, дороже, чем то, что предлагаем сейчас мы. Перед вами уже несколько видов трасс, несколько видов транспорта. Они сертифицированы частично. То есть на этих транспортах уже прокатилось более 7 тысяч человек. В нашем экотехнопарке в Белоруссии побывало 40 делегаций приблизительно из разных стран. Некоторые даже по несколько раз, потому что они увидели в первый раз и теперь приезжают посмотреть, что достигли на следующий год. А что на следующий, потому что те, кто разбираются в прогрессе, они жаждут этой новизны, видят эту эффективность и хотят быть впереди планеты всей. Не просто, чтобы опередить, они тянутся за лучшим, как, например, наши партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов. Потому что увидев то, что происходит у нас в Белоруссии, мы заручились действительно важными партнерами. И глядя на эти графики, на то, насколько мы превосходим по характеристикам существующие виды транспорта, всем должно быть понятно, что стоит как можно скорее запустить данную технологию и дать ей возможность как можно скорее строиться. Просто представьте, страна, в которой нет данного транспорта и страна, в которой есть данный транспорт. То есть экономики их за один год будут меняться до неузнаваемости. И сравнивать их будет очень-очень легко, потому что будет явное преимущество тех стран, где есть струнные дороги Анатолия Эдуардовича и Яницкого. Посмотрите на все характеристики. Так скажем, самая большая только пропускная способность, потому что это действительно у Анатолия Эдуардовича решение для мультимиллионников есть с пассажиропотоком в 200 тысяч пассажиров. Это реально, это возможно. И сделать это могут только люди. Народ объединился. Население планеты объединилось. Потому что это как нужно было, насколько нужно было заметить, что изменяется в худшую сторону, чтобы начать объединяться. То есть для кого-то это бизнес работающий, и он не хочет его терять. А для нас это жизнь, это наша планета, это наш дом. И мы стремимся не то, чтобы кто-то получал прибыль, а то, чтобы жизнь на этой планете была достойная, чтобы хотелось просыпаться с утра и выходить на улицу, чтобы хотелось смотреть в окно или вообще не находиться дома, а выходить в природу. Это в наших силах. Это как раз в силах наших единомышленников, которых уже на планете 500 тысяч человек. Объединившись вместе, мы за 6 лет создали столько, сколько не делают даже корпорации крупные. притом мы на всю инфраструктуру, не на один транспорт для существующей дороги, например, какой-нибудь пикап, который стоит разработка и доведение до рынка от миллиарда до двух миллиардов долларов и тратится 5-10 лет. Мы за 6 лет и за пол, меньше, чем за пол миллиарда сделали 12 транспортных средств. и не только транспортные средства, но еще и саму трассу, станции, переводы стрелочные. Мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль, которая по потенциалу не уступает таким отраслям, как авиационная, железнодорожная или автодорожная. То есть мы создаем один из самых крупных бизнесов на планете, хотя главная его задача это спасение нашей планеты и дать новые возможности всему живому на земле. Подчеркну, не только человечеству, всему живому на земле. Перед вами уже работающий транспорт, который уже сертифицирован, который уже катает людей, технологии, которые уже имеют приверженцев и уже имеют множество адресных так скажем проектов на очереди, потому что всем необходимо как по бюрократическим законам, всем необходимо бумаги, характеристики, сертификаты, что мы соответствуем своим характеристикам и что мы можем строить. Это транспорт, который полностью освободит нам землю через какое-то время. Мы сможем построить за 21 век около 20 миллионов километров дорог в любых направлениях, которые нам нужны. Неважно, какая земля, неважно, что на пути, мы сможем обходить все, что угодно. Мы сможем проходить над этим и оберегать наш мир, и мир животных, и мир людей, так же, как и мир растений. И наши транспорты будут походить на практически любых высотах, может, до 15 метров здесь написано. Я видел в разработках Анатолия Эдуардовича огромные такие Т-образные, так скажем, промежуточные опоры, на которых на каждой вот этой стороне по несколько путей может идти. И они могут быть очень большие, 100 метров, например. И так же передвигаться. То есть для каждого континента, для каждой температуры, для каждой страны есть решение. А как говорил Анатолий Эдуардович, хотите узнать, где есть транспортные проблемы, например? Он говорит, закройте глаза, крутаните глобус, так скажем, воткните палец, и именно там будут тоже необходим наш транспорт и другие экологические технологии. То есть перед нами стоит возможность помочь развиться чему-то огромному, начиная с чего-то маленького. Но я надеюсь, уже сейчас вы понимаете, насколько это полезно и важно. Ну и, конечно же, не волнуйтесь, никто с этого транспорта, так скажем, с этих трасс не упадет, потому что есть специальная противосходная система, которая всегда оставит нас на этом пути. Тем не менее, есть система безопасности, которая нас в любом месте может спустить с транспортного средства прямо на землю, либо может нас другое транспортное средство отбуксировать в случае каких-то непредвиденных неполадок. Хотя даже если мотор-колеса несколько откажет, другие смогут доставить нас на место. Безопасность, по словам Анатолия Эдуардовича, в 2000 раз выше, чем у автотранспорта. Представьте, в 2000 раз. Это его расчеты. Он вообще не оперирует какими-то воздушными понятиями. Это конкретный ученый, который говорит четко и точно. Давайте посмотрим, в чем же инновация. Потому что по факту это струны, предварительно натянутые струны, которые помещены в корпус рельса, в котором еще есть специальный наполнитель для упрощения стенок, фиксации струн, консервации, шумопоглощения. Сверху все покрывается головкой рельса, по которой идет стальное колесо с самым максимальным коэффициентом полезного действия. Стальное колесо по стальному рельсу. Ну, конечно же, трассы бывают разные. И за этих 6 лет мы сделали множество видов трасс. И даже для разных климатических поясов. Ну и, конечно, под каждую задачу может подходить свой транспорт. Здесь, например, полужесткая, провисающая трасса, либо по центру берельсовая для подвесного и навесного транспорта. То есть и сверху, и снизу может ходить. Также, посмотрите, сделана маленькая сносочка, такая круглая. Сейчас я вам покажу ее. Вот здесь вот. Здесь внутри то, что вы видите, это пространство для того, чтобы еще две инфраструктуры проложить внутри. Представьте, всюду, куда строится такая трасса, мы можем сразу передать три инфраструктуры. Транспортная инфраструктура, то есть все пассажиры и грузоперевозки. Энергетика, электричество может проходить там же по кабелям. И информация, интернет. То есть представьте, всюду, куда мы строим данный транспорт, есть самые главные вещи для обеспечения быстрого развития и качественной жизни. Согласитесь, этот транспорт действительно подходит под человека 21 века, под нас с вами. Этот транспорт освободит нас, потому что это закрывающая технология, и она будет работать сама. Вы поставили, куда вам нужно, и вам не нужно крутить никакой руль, не будет никакого штурвала. Транспорт едет сам, а вы в этот момент свободны. Ну и, конечно же, не могут быть столкновений, которые идут спереди или сзади, не может быть боковые столкновения, потому что все перекрестки, они будут на разных уровнях. То есть Юницкий довел данную технологию с учетом критиков за последние несколько десятилетий до высочайшего уровня. И мы продолжаем. Сейчас четвертое поколение, но сейчас у нас уже огромный штат, и мы продолжаем развиваться. Появляются новые технологии, а мы видим, как то, во что люди не могли поверить, и буквально несколько лет назад были только чертежи, как это должно работать. Мы сейчас видим, что это все строится, работает и даже сертифицируется. То есть это действительно отличает инновационную технологию. Она дает огромные характеристики, и она подтверждает это, насколько она успешна. Хотя когда-то кто-то мне говорил, да вы что, эти струны, транспорт порвется сразу, струна порвется, и вы упадете. И там множество еще, или металл со временем будет расходиться молекулярным образом. Этот ученый, Анатолий Эдуардович Юницкий, уделил всю жизнь науке, создал около двухсот изобретений, множество научных монографий, несколько грантов ООН, то есть ученый с большой буквы. И он максимально детально прорабатывал эти технологии, для того, чтобы дать миру лучшее. Этот человек, действительно, человек нашего тысячелетия, попал в энциклопедию сто выдающихся лидеров России, потому что вся его жизнь была связана с наукой и с экологией. Он обожает жизнь и обожает наш прекрасный дом. И он видел, куда идет наша техногенная сфера, наше детище человечества. Осознавал проблемы, которые нарастают, и понимал, что через несколько поколений это может стать еще хуже. поэтому начал так сильно работать. Но раньше такого большого ажиотажа, взрыва, так скажем, информационного не могло произойти. А сейчас он у нас есть. И он понимал, что все эти проблемы, если запустить, можно мир довести до точки невозврата. Потому что это лишь, так скажем, это хоть и часть, но она большая. Большая часть, которую мы способны изменить одной транспортной технологией. Понимая это, он создал, он разработал максимально гибкую технологию, которую признают уже по всему миру. Он обошел весь мир, все континенты, чтобы найти единомышленников, чтобы совместно это сделать. Но получилось это реализовать действительно настолько, как вы видите сейчас, только с помощью народа, которым действительно есть дело. для того, что происходит в их доме. Просто у некоторых понятие дома это их комната. Для некоторых понятие дома это их квартира или их дом за городом, или их город, или родина. А для таких людей, как Анатолий Эдуардович, наш дом это наша планета. И он ощущает себя одним из живущих в этом доме, одним из хозяинов этого дома. и состояние нашего дома зависит от нас, от этих проживающих, от этих хозяев. Просто, как я понимаю, необходимо качественным образом дорасти до того, что это дело каждого, что это мой дом, это моя планета. Не важно, что делают соседние люди, главное, что делаю с ней я. В какую сторону я своим временем и усилиями могу изменить это. И сейчас, дамы и господа, у нас эта возможность прям супер прекрасно выражена. Анатолий Эдуардович проделал огромную работу. И сейчас мы имеем закрывающую технологию, которые столетиями прикрывались, потому что они слишком освобождали время и ресурсы человека. Закрывающая технология значит, что она работает сама по себе, облегчая жизнь человечества. Это умное устройство, полуандроид, с искусственным интеллектом, которым каждое транспортное средство и каждая опора и промежуточная анкера, как целый рой, двигаются сообща. Двигаются сообща, принимают общие решения по выстроенным алгоритмам, дают нам полную безопасность, убирают человеческий фактор, имеют машинное зрение для определения, что происходит с окружающей средой и принятия экстренных решений. Также имеет более 250 датчиков подобное транспортное средство для того, чтобы ставить полную безопасность и, так скажем, уют, комфорт для каждого пассажира и груза. Дамы и господа, мы с вами это сделали, мы с вами это реализовали собственными усилиями, собственной энергией. мы в свое время материализовали в ресурсы и помогли из чертежей и картинок за 6 лет создать все это в железе, все это тестировать, все это демонстрировать и уже в большей части просертифицировать. Кто бы мог подумать, что люди, объединившись, могут сделать подобные вещи. Ну и, конечно же, главная задача это сертификаты, то есть нам необходимо по документам доказать, что все характеристики соответствуют заявленным, чтобы мы могли спокойно распространяться, чтобы, по законам нашего мира, человек, когда смотрит так, у меня будет вот это, вот это, вот это, ну, либо город, у нас будет вот это, вот это, вот это, это будет нам вот стоить столько-то, это даст нам такие возможности. И когда это будет подкреплено все 15 этапов, мы выйдем в неограниченный мир возможностей, потому что уже сейчас мы имеем огромное количество сертификатов в разных странах, более 20 стран, с которыми работаем и получаем эти сертификации, проходим эти сертификации. Ну, и, конечно, это одна из новостей, которая сейчас очень важна, то, что в Объединенных Арабских Эмиратах сертификация тоже проходит успешно. То есть у нас не только в Белоруссии, в умеренном климате наши решения действительно себя показывают, утверждают, но и в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть в тропическом исполнении у нас есть огромные успехи, хотя это огромное количество солей в воздухе, которые разъедают металлические конструкции. Это вездесущий песок. Это просто запредельные температуры. Сейчас, в данный момент, буквально час назад, при том, что солнце село, здесь было 34 градуса. 34 градуса тепла, при том, что сейчас ноябрь. У меня дома в Латвии сейчас 2 градуса тепла. Вот. И наш транспорт сможет даже летом работать здесь. Представьте, какие огромные возможности. Все это делает огромный штат. То есть мы не просто компания, которая сделала какие-то модельки, какие-то модули, или даже просертифицировала. Мы огромная компания, которая имеет уже, так скажем, все необходимые условия для того, чтобы распространяться по всему миру. То есть около тысячи человек, сотрудников, находящихся в разных городах мира, высококлассные специалисты, постоянно повышающие свою квалификацию, работающие на передовых компьютерах, с передовым программным обеспечением. Например, как The Salt Alto 3D Experience программа, где мы можем в виртуальной среде разные люди с разных луков планеты могут работать в одно и то же время над созданием каких-то зданий, проектов, деталей и так далее. То есть возможности, на которых, точнее, способы работы сейчас на высшем уровне, на высшем уровне того, что происходит у нас на планете. Множество офисов, 36 зданий и сооружений, десятки тысяч квадратных метров. Это наше новое здание. Здесь 80 конструкторских бюро. То есть мы расширяемся гипершагами. И уже очень скоро, после 15 этапа, это расширение будет проходить семимильными шагами. Еще больше. Потому что это даст нам огромные возможности. А строить будут просить на всех континентах мира. Наша задача будет в первых пять лет только успевать строить производство и обучать новых людей для того, чтобы все это можно было как можно скорее реализовывать. Потому что эта технология нужна каждой стране, каждому городу. И у нас уже есть три завода, на которые мы делаем эту продукцию, которая уже вышла из малосерийного производства. То есть мы расширяемся серьезно. Станки здесь есть по 500 тысяч долларов. И он такой не один. 3D-принтеры потрясающие, наивысшего качества. Мы создаем продукцию, которая не проще авиации. Мы создаем новую транспортную отрасль с новыми характеристиками и новыми возможностями. То есть мы могли бы здесь сделать космическую продукцию, но делаем сначала технологии для жизни, потому что планета наша, дом наш, он как раз для жизни. Ну и, конечно, все это мы, результаты всего предыдущего нашего штата и наших заводов, наших технологий Анатолия Эдуардовича, все это реализуется на полигонах, на наших экотехнопарках, где мы показываем, как технологии, строительство и экология абсолютно не мешают друг другу, даже более того, прекрасно развиваются. И если в 2016 году там еще ничего не было, это был заросший, так скажем, участок, то в 2019 году это уже полноценный, так скажем, полноценный транспорт, полноценный парк, в котором работают все трассы. Там уже, когда мы были в 2019 году, там уже двигалось все. Катали на каждом виде трасс, то есть и на берельсовой, и на легкопровисающей, что понравилось мне больше всего, и на полужесткой, и грузовой транспорт, грузовая наша ветка работала. То есть работа происходит, и мы видим, как там все цветет. А это ведь только начало, потому что на это уделяется не так много времени, главное сама технология. Просто представьте, какое будет движение дальше. 2021 год показывает, что здесь уже есть и струнные мосты, и дополнительные испытательные центры, и новые анкерные опоры для новых исследований. То есть энерготехнологические комплексы. То есть очень много добавлений, которые дают нам возможность не просто строить транспорт, но строить всю инфраструктуру, даже то, что к ней рядом будет прилагаться. Не на десятки лет, дамы и господа, на сотни лет. Перед вами супертехнология, мощнейший бизнес, который, скорее всего, станет одной из самых крупных и дорогостоящих компаний в мире, а возможно и в истории. Это создано нашими руками. И до, так скажем, происходящего сейчас на экспо 2021, то есть там оттуда, с экспо, можно будет приезжать на, так скажем, на наш уст инкорпорейтед инновейшн центр в Шарджи, то есть с экспо люди, которые приезжают на экспо с разных уголков планеты, смогут посетить наш экологический центр в Шарджи и увидеть уже первую рабочую трассу и другие инфраструктурные объекты, которые там сейчас делаются. Чтобы узнать больше, посмотрите Экофест 2020 в интернете и вы узнаете очень много нового, что произошло за последний год, потому что, как вы знаете, в мире огромные изменения, но как бы они на нас не пытались влиять, мы успешно двигаемся дальше. Множество выставок мы посетили, 18 международных выставок, где серьезно заявили, насколько это большая инновация. Мы сегодня, точнее, мы тогда на экспо 2000, точнее, и на трансе 2018 года побывали и увидели наш юнилет, этот прекрасный транспорт, вип-исполнении, можно сказать, потому что он кошерен, в нем настолько прекрасно себя чувствуешь, и действительно ощущение, когда ты смотришь как бы в окно, ты понимаешь, что тебе ничего не рулить, не надо ничего, ты устроился, настроил свое сидение, перед тобой либо камера, ты можешь видеть, что происходит снаружи, либо карта, либо интернет, музыка, фильм, все, что необходимо, то есть это полное, это рай, это рай передвижения, который полностью нас освобождает. Очень приятно было это видеть, но сейчас в рабочей поездке я увидел множество прекрасных моментов. я надеюсь, я надеюсь, что скоро в официальных видео компания Unisky Stream Technology Incorporated будет нам, будет с нами делиться тем, что происходит в Шарджи, тем, как это все развивается, строится, но покажу пока то, что, что есть, что могу, вот наше место напротив как раз университет Шарджи, 50 тысяч студентов, американский университет, в котором будет кафедра Skyway, прошу прощения, кафедра струнных технологий. то есть у нас сразу же будут, так скажем, ученые, работники, которые на нашем же струнном транспорте, перемещаясь через одну дорогу, уже будут в инновационном центре, уже смогут улучшать данную технологию, учиться на практике. Видите это? Представьте, какие возможности с помощью такого огромного университета будут. И эти проекты, я думал, они будут строиться в десятилетия, но та скорость, с которой развивается наш парк в Шарджи, Анатолию Эдуардовичу необходимо поставить памятник при жизни, потому что у меня хоть есть и сварочная, образовательная, строительная, много проектов делалось, во многих стройках участвовало, то, насколько быстро на таком уровне это делается, я не представляю, каким количеством знаний, упорства необходимо обладать, чтобы это действительно реализовывать. Спасибо большое каждому человеку, кто находится здесь сейчас за ваш интерес, за и каждому человеку, который сейчас не смотрит даже этот вебинар, который участвовал в нашем важном деле, потому что это все так быстро производится именно с нашей помощью. Мы были там в 2019 году сотни людей с разных стран, которые обучались, это была завершающая часть обучения, как нам коммуницировать на разных языках, с разным менталитетом, но как нам успешно делать одно общее, самое важное для планеты сейчас дело, изменить эту часть, которая даст нам супер возможности. И мы узнали, услышали, насколько большие дела происходят в Арабских Эмиратах, и находясь на вот этих вот лежаках, работая и понимая, что до конца проекта еще сколько-то лет, мы уже, глядя на Дубай-Марина, на этот бизнес-центр, понимали, что этот город и эта страна готова, готова к подобной технологии. И не потому, что она самая богатая, потому что другие транспортные отрасли строить дороже и дольше. Нет, они готовы к этому, потому что они смотрят в будущее, они ищут самое новое, самое лучшее для себя, своих жителей. Ну и, конечно же, раз ты впереди планеты всей, то все сливки тоже получаются, как бы тебе. Поэтому Объединенные Арабские Эмираты на серьезном уровне, на государственном уровне работают и сотрудничают с нашей технологией. Нас представили на всемирном правительственном саммите, где съехалось 140 представителей разных уголков планеты и решали не локальные вопросы какой-то страны либо части, а глобальные, планетарные. Там представили наш транспорт, один из двух транспортных инноваций. И после этого у нас появилось сотрудничество с РТА с главной, так скажем, государственной частью транспорта. И у нас есть адресный проект, который мы будем реализовывать, я надеюсь, уже в скором времени. Это Дубай Марина бизнес-центр 15 километров 21 станция. Это наше детище там, которое, я уверен, принесет огромную пользу этому бизнес-центру. И представьте, здесь действительно с учетом всех этих огромных зданий наша технология уникальна, потому что она может проходить в любое направление и может проходить через любое здание. То есть многим с легким провисающим транспортом, особенно там, где антигравитационный двигатель есть, еще более экономичный, людям не нужно будет тратить много времени на то, что спуститься, перейти в другую высотку и подняться в какой-то офис. Они будут перемещаться поверху между офисами, либо будут сквозные трассы сквозь множество, так скажем, высоток. супертехнология, которую замечают, причем замечают те страны, которые действительно в технологиях и в быстром развитии разбираются. Перед вами реальный транспорт, перед вами сертифицированная трасса и транспорт, который уже катает людей, на который, скорее всего, в самое ближайшее время смогут как минимум увидеть ее, а может и прокатиться участники Экспо-2020. Но как минимум они смогут приехать туда и посмотреть, как за несколько лет, с 2018 года, когда только выделили землю, сейчас-то полноценный парк, в котором кипит работа, в котором, так скажем, реализуются различные технологии, виды изменяются, и там уже четыре трассы. Одна из них уже сертифицирована, и по ней ходит пассажирский транспорт, по ней ходит грузовой транспорт, уже наш Юнитрак, но также еще три трассы для пассажироперевозок для 200 человек, так скажем, 8 модулей по 25 человек, для грузового транспорта с перемещением любых контейнеров, хоть 40-футовых, по 50 тонн, 15 транспортное средство и 35 сам груз. То есть мы создаем транспортную инфраструктуру, которая придет на помощь в любое направление. Кроме того, что она придет в любое направление, оно действительно облегчит его, усовершенствует. Это не то, что эволюция транспорта, это революция в транспортной отрасли. Так же, как и эта цена за перевозку 100 тонн на километр, все грузовые компании услышали и узнали об этой новости, потому что это изменит грузоперевозки и вообще потребительское общество. Представьте, если нигде не застаивается товар и он доходит максимально быстро, а это самая экономичная технология, все будет стоить дешевле. Тем более, что Анатолий Эдуардович, он не просто бизнесмен, он действительно как хозяин нашей планеты. Не то, что он один, нет, он заботится о ней, как о своем, как о своем родном доме. и главная его задача это не бизнес, а дать возможность всем технологиям эко-мира реализоваться как можно скорее, чтобы не довести нашу планету до точки невозврата. Множество процессов происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Наша специальная комната, где всего несколько человек могут следить и модерировать движение сотен транспортных средств, в будущем скорее всего и тысяч, потому что она будет все больше и больше отрабатываться и нужно будет все меньше и меньше человеческого присутствия. Это будущее нашего мира. Это будущее перед вами и создано оно нами, обычными людьми, каждый со своей историей, со своим менталитетом, со своим видением этой жизни, себя и этого мира. Но вместе мы способны на революцию в нашем мире, изменить его настолько, что жизнь станет новой. Возможности, раньше нельзя было мечтать о подобных возможностях, которые у нас появятся. И множество стран заинтересованы в этом, потому что до окончания нашей сертификации с разных стран приезжают люди, делегации из Европы, из Индии, из тропического климата, особенно потому, что это огромные решения, очень важные решения для целого пояса в мире. И все эти люди, несмотря на никакие ограничения, едут, чтобы узнать о самых инновационных технологиях. Мы делаем это вместе с Анатолием Эдуардовичем Веницким. И успехи в Объединенных Арабских Эмиратах сейчас это прям зеленый билет в скорейшее завершение наших 14 и 15 этапа и в развитии адресных проектов, потому что Объединенные Арабские Эмираты не шутят. Они серьезно занимаются бизнесом, серьезно занимаются экологией. Там, где мы находимся в Шардже, это сейчас СТР парк, так скажем, технологическая зона с инновационными технологиями, в которых они собираются, разрабатываются, переводятся в продукт и отправляются обратно в мир. То есть это как Силиконовая долина в Калифорнии либо Сколково в России. Все самое лучшее собирается здесь. И на самом фасаде этого, хотя там должны были быть другие проекты, но из-за того, что Эмир Шарджи является ученым, защитивший две докторских диссертаций. И, как я понимаю, он, скорее всего, на одной волне с Анатолием Эдуардовичем. Он понимает, что это за будущее. И поэтому были даны указания, что теперь те проекты не будут на этом, на фасаде. Весь фасад занимаем мы. Занимает новая транспортная инновационная технология. Приятно, что такое отношение есть к такому прекрасному делу, до которого многие люди даже не могут добраться еще в понимании, что это настоящее, это реализуется. Мы делаем огромные успехи. И это только первая трасса, которая там, так скажем, получила официальное разрешение на демонстрацию и тестовую эксплуатацию. Но вы понимаете, там, где одна, там и много. Тем более с такой скоростью, как работает Анатолий Эдуардович. Так вот, подытожим. Анатолий Эдуардович взял научные исследования, взял науку и представил, какой должен быть самый лучший транспорт. И в итоге у нас получился инновационный, надземный, освобождающий всю планету. Суперскоростной, безопасный. Насчет суперскоростной сразу хотел бы сказать, поскольку это заложено в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами, одна из технологий Юницкого передвижения в фар-вакууме до 1250 км в час передвижения в разряженной среде, о котором он говорил уже десятилетия назад. Но, к сожалению, слишком дорогостоящие для реализации. Мы понимаем, что все-таки транспортная сфера, поскольку самая дорогостоящая, самая коррумпированная. Но эти технологии есть, и они могут быть представлены уже в ближайшие десятилетия. Это самый безопасный вид транспорта, самый экономичный вид транспорта, да, легко интегрируемый, куда угодно, тоже да, и самое главное, экологически чистый, дающий возможность развитию жизни. Представьте, лучшие направления, которые можно было бы выбрать, они присутствуют в той технологии, о которой вы сегодня узнали. и у каждого есть возможность стать частью этого, стать частью этой технологии, как когда-то кто-то стал частью технологии пятого технологического уклада, Apple, Alibaba, Walmart и прочих. Только сейчас у нас есть возможность стать в основу шестого технологического уклада. Новые трассы, новый мир, новые города, новая жизнь, по новым законам с новыми возможностями. Дамы и господа, реализация и поддержание данной компании важно как сейчас, так и на первом этапе. Как на первом этапе, так и сейчас. Потому что там были самые маленькие действия, самые маленькие ресурсы необходимы были для того, чтобы сделать это. И было малое количество людей, которые об этом знали и поддерживали. Сейчас нас полмиллиона человек, которые продолжают расти. И мы уже заканчиваем 14 этап. Самые большие действия необходимо сделать именно здесь. Самые большие затраты тоже здесь. Особенно на 15 этапе, когда мы будем сертифицировать скоростную трассу и скоростной транспорт до конца. Это уже завершающая жирная точка в выходе на самофинансирование. И с одной стороны осталось мало, чего там. С другой стороны, у каждого есть возможность ускорить это. Это необходимо, дамы и господа. Но есть с хорошей стороны посмотреть. У каждого есть возможность поделиться хотя бы один раз с другими людьми, с единомышленниками, с близкими, с родными. Нашим новым будущим. Точнее, нашим новым настоящим, которым мы, каждый из нас прикладывает собственную руку, собственную энергию. Вы понимаете, как скоро будут выглядеть наши города? Как много там будет простора и пространства? Это высокотехнологичность, которая даст нам супервозможности и освободит огромное количество времени, здоровья, жизни и человека. Это все в наших символах, дамы и господа. Вся планета в нашем распоряжении. Это наш дом. И от каждого из нас зависит быстрее или медленнее. куда оно меняется? Но сейчас вы видите, технология реальна, технология рабочая, технология распространяется, реализуется. А теперь стоит вспомнить те слайды из начала. Хотели бы вы быть в начале этой технологии, даже если не для пользы миру, для пользы себя и своей семьи, для обеспечения себя на долгие десятилетия либо столетия, потому что владение данной технологией будет передаваться по наследству. И все время будут идти дивиденды от каждого проданного транспорта, от каждого проданного подвижного состава, адресного проекта, трассы, станции и прочего. Это все наш бизнес, хотя главная его цель благополучие на планете Земля. У каждого есть возможность поделиться этим. Так как компания SkyWorld Community делится с вами. Это та компания, которая сейчас в такое непростое время дает возможность работы в благотворной сфере, созидательной. Мы создаем что-то лучшее. И представьте, для этого не нужно какое-то образование. Вы можете быть любым человеком, на любом континенте, в любой стране, разговаривать на любом языке, иметь любое образование, работать с любым человеком в любое время, без ограничений. Единственное, что необходимо делать, это взять в одном месте информацию и на языке человека передать в другое место. Именно эти знания меняют наше представление о мире, нашу важность участия в этом мире, наше влияние в этом мире и важность наших решений. И это все в полной свободе человека 21 века. Дамы и господа, я рад, что вы сегодня все это время, аж целых полтора часа, как меня занесло, были со мной. Я надеюсь, я смог передать немножко энергии, я мало могу вам сказать, но я счастлив быть здесь, увидеть Анатолия Эдуардовича, увидеть его отношение к тому, что он делает. Мы виделись несколько дней назад по рабочим вопросам. Это фантастика находиться рядом с ним, потому что из него излучает ощущение успеха, здоровья, такой заботы и ласки обо всем живом на нашем планете. И он действительно успешно это делает. Дамы и господа, что я вам предлагаю? Изучите, интересуясь, соберите аргументы. Решение может быть любое. Сокинуть, забросить, использовать, участвовать, устроиться, работать туда. Но, пожалуйста, примите решение, основываясь на аргументах, которые вы собрали. Приходите и приглашайте ваших друзей, ваших близких, знакомых на встречи. Потрясающая презентация у Владислава Волкова, которая будет проходить 26 октября, во вторник в 19.00. И 27 еще я с вами встречусь в 12 часов и расскажу, возможно, какие-то новые вещи, если мне позволят что-то для вас поставить, какой-то видеоматериал или какие-то фотографии. Я буду очень стараться, чтобы это сделать. Поэтому до новой встречи. Спасибо, что вы все сегодня были с нами. Это будущее создаем мы. Будьте здоровы, живите долго. Пусть все, кто поддерживают такие направления для всей планеты, пусть действительно это осознание передается. Мы все подаем пример тому, что происходит в нашем мире. Мы все подаем пример нашим близким и родным. И сейчас мы меняем мир с собственными силами, с собственными знаниями. При том, что, конечно, энергии нужно вложить в это немало, в изучение. Но это лишь только начало. Далее мы будем делать эко-дома. Это будет следующий проект, когда этот уже будет строиться по всей планете и приносить прибыль, свою капитализацию и свои дивиденды. А мы будем строить и развивать экологические дома с озеленяемыми крышами на самообеспечение. Мы будем строить линейные города и экопоселения. Сначала также сертифицировать, скорее всего, с помощью такого же народного финансирования. Потому что нас уже 500 тысяч человек, дамы и господа. Это такая движущая мощь, которая уже сейчас разбирается и в инвестициях, и в экологии, и в планетарном сообщении. То есть это даже представить, не знаю, не то, что страшно, радостно, но непонятно, насколько сильно это влияние. А оно все будет усиливаться и усиливаться. Ну и, конечно же, мы перейдем ко всем технологиям Анатолия Эдуардовича. Потому что наша планета это место для жизни. А все, что нам не нужно в нашей жизни поблизости в экологии, мы вынесем туда, где есть неограниченное количество пространства и ресурсов. И станем космической цивилизацией. Это наши возможности. Стоит только поинтересоваться для того, чтобы не просто поверить, а быть уверенным, что это возможно. Дамы и господа, делаем это вместе. И делаем это успешно. Есть как минимум один этап, чтобы каждый человек, который когда-либо с вами пересекался взглядом, хотя бы один раз услышал об этих успехах и принял свое собственное решение. Надеюсь, так оно и произойдет. Большое спасибо за внимание, дамы и господа. Большое спасибо. Большое спасибо за вашу энергию, за ваши отзывы. Будьте здоровы. С вами был Артем Курбанов. Прямое включение из Дубая. До новых встреч. Я буду стараться предоставить для вас прекрасную новую информацию о том, что будет проходить здесь. С вами была компания SkyWorld Community. Мы создаем будущее уже сегодня. Всего доброго, дорогие друзья. Желаю вам океану.